Герои нашего времени. Больше года Россия, Татарстан, Заинск. Наши люди живут в новой реальности. И под одним девизом «Наше дело правое, победа будет за нами». И все мы знаем, что мы не могли поступить по-другому. И не поступили. Доказательство тому наш герой. Его зовут Заинск. Площадь Дворца культуры «Энергетик» – это место главных событий нашего города. Здесь Заинск встречает гостей. Здесь проходит парад победы. По вечерам площадь становится местом тихих прогулок. Ровно год назад это место стало свидетелем очень сложного в нашей жизни события. Заинск провожал защитников родины. Вспомним, как это было. Вечером на главной площади города было многолюдно. Проводить бойцов пришли родственники, ребят, друзья, коллеги. Было много и тех, кто не провожал родных. Но пришел проводить мужчин из своего города. «С нормальным настроением. Два деда воевала. Получил повестку. Бегать не стал. Пришел. Нас уходит трое. Вся моя бригада уходит на войну». Большое спасибо всем Заинскам, что мы здесь на площади, на бульваре Победа провожаем сегодня наших героев, защитников Отечества, защитников Родина. «Да, Родина и мама одна. И есть такая профессия – защищать Родину. Сегодня я хочу сказать воинам нашим, нашим защитникам только одно – воевать мужественно и храбро. И единственное от всех нас – от детей, от жен, от матерей, от заинцев – вернуться живыми и здоровыми. Это вам приказ». В рамках частичной мобилизации в зону проведения специальной военной операции отправились почти 300 заинских мужчин. Строители, учителя, водители, энергетики, связисты. Сменили мирную профессию, став защитниками Родины. С этого момента за их спиной встал Заинск. «Они в отпуск, не в розыск. Алицарь не планирует». В очередной партии гуманитарного груза все, что было, собрано по заявкам военнослужащих. Строим материалы, буржуйки, бочки, огромное количество мешков и коробок, которые собрали для своих ребят, жителей города и района. Отправились на фронт также и личные посылки от семей военнослужащих. «Каждый раз отправляем личные посылки по 10-13 штук, потому что муж на передовой, и хочется, чтобы он получал все необходимое». Отправка гуманитарных грузов стала постоянным событием в Заинске. Десятки раз жители провожали груз с бульвара Победы. Это место выбрано не случайно. Символом помощи сейчас стал памятник воину-освободителю. И это только часть, сколько отправлено на фронт от неравнодушных жителей. Козелек, легковушек, попутных машин с грузом для госпиталей для наших бойцов сосчитать, наверное, уже невозможно. Заинск на эти полтора года стал одной большой стеной – тылом, где все объединилось ради Победы. Боевое братство, теплый Заинск, москсети, умелые ручки, помощь госпиталям, жителей, сел и деревень, горожане, бабушки, дедушки, предприятия, организации, волонтеры, дети. Все приносят на пункты сбора все, что могут – от дорогого оборудования до детских рисунков и писем и игрушек. Ученик девятого класса школы номер четыре Вильдан Рахимов писал письмо солдату с особым чувством и гордостью. Его семья ждет возвращения домой старшего брата. У меня брат тоже ушел на фронт, и он тоже является, получается, солдатом российской армии. На мой взгляд, цель этой акции – это прежде всего дать мотивацию солдатам, чтобы они бились за мир на этой земле. Весь класс Вильдана Рахимова принял участие во всероссийской патриотической акции «Письмо солдату». Девятиклассники писали письма тем, кто сейчас проходит службу на Украине. В школе посвятили этому мероприятию урок мужества. Ребята писали каждое в своем, но каждое из писем непременно заканчивалось просьбой поскорее вернуться домой с победой. 82-летний житель деревни Сармашбаш Арсентий Тарасов приехал в один из дней на пункт приема гуманитарной помощи. Привез мед со своей пасеки. Лук выращенный на своем участке и варенье земляники. Все это отправится защитникам Родины и станет подарком к 23 февраля. Труженики села и города, все уже посылают свои уже, сколько сможет уже. Кто там продукты, кто там одежда, всякие уже вот. Пусть уж будут они живы, здоровы. Согревают своим теплом односельчан за тысячи километров жители деревни Сарсас-Багряж. Около 20 мужчин этой деревни сейчас участвуют в специальной военной операции. Кто-то узнал, что там далеко, очень нужны окупные свечи. И дело пошло. Все активно помогают, работают. Все понимают, для кого они, для чего они. Дети с огромным удовольствием начали помогать учителям. Вот просто это надо видеть. Просто надо видеть, как они помогают, как они с энтузиазмом делают. Каждый день в мечети деревни Оксарина многолюдно. Несколько дней назад пенсионерки занялись приготовлением лапши для бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. В мечети для благого дела выделили свободную комнату. Доски, ножи и часть продуктов приносят из дома. Мукой и контейнерами для упаковки помогла администрация Оксаринского сельского поселения. Одну карту лапши наша деревня уже отправила. Наши мамы очень стараются, чтобы вы могли поесть горячий суп с домашней лапшой. Мы ждем, любим вас. Скорее приезжайте. На доброе дело помогать делать буржуйки для наших бойцов. Жители деревни Карманово Асхата Гельмулина сподвигли новости по телевизору. Когда увидел заснеженные окопы, так захотелось согреть наших защитников. Телевизор показывает, видно там, что им холодно. Это мерзлые солдаты стрелять не смогут, и крок надо нажимать. Вот, думаю, там траншея, земля сырая, снег, со снегом. Думал, думал, думаю, дай-ка буржуйку одну свалю, хоть где-нибудь будут гореться. С песней, но вопреки словам, вот уже почти год плетут маскировочные сети для защитников родины заинские девчонки. Самая младшая – 55 лет, самая мудрая – 76. Возраст звенит серебром, но душа молода, придает сил и уменьшает года. За это время под Катюшу нарезаны километры ткани. Общее дело, еще и так нужно, и сейчас придает этим девчонкам сил и убавляет годы. Каждый день с 7 утра и порой до 12 ночи здесь основной костяк группы. Когда придут ребята и спросят, а где вы, наши бабушки, были, когда мы там были, и нам не стыдно ответить. Мы такие патриоты, мы уже воспитаны при пионере, комсомоле, и что мы должны помогать воинам. Мы даже плачем, помогаем. Если даже мы одного бойца с этими сетями, то мы уже победили. За год мы сплели около тысячи баскировочных сетей. Это общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Для маленького Зайнска это огромный размах. В этот день тоже приходили ребята. Они сказали, что 90% их располаги укрыто именно нашими Зайнскими сетями. То есть 90% целого полка – это, я считаю, достижение. Передаем тепло домашнего очага нашим ребятам. Домашняя еда вкусная. Все высушивается, проходит термическую обработку. И потом по технологическим картам. То есть есть специальные раскладки, профессионалы их делали. Мы по ним работаем. Исламия Олейникова, 72 года. Сейчас уже и со специальными ходунками еле передвигается по дому. Практически все время проводит сидя, но рук не опускает. Пару месяцев назад начала вязать носки для наших бойцов. Я очень часто лежу в больницах. В больнице, когда лежала, пришла СМС. Вяжут носки в армию солдатам. Я позвонила, говорю, вот так и так. Я говорю, я в больнице лежу, из больницы выйду. Я говорю, буду вязать. Они сказали, хорошо. 18 пар отправила перед Новым годом. Получился милый новогодний подарок для ребят. Сейчас Исламия Олейникова начала вязать новую партию. Это будет уже подарок ко Дню защитников Отечества. Сама купила пряжу, хоть и сложно, но приспособилась. Сматывать ее в клубки без помощников. Это засунула носки им туда, конфеток массовала и письмо сама написала. В словах от бабушки без имени и фамилии. Так много тепла и света. За это время в нашей жизни появились и новые события, которые принесла специальная военная операция. Героические и трогательные, горестные и радостные. И в каждом из них твои люди. Заинск. Папа пока видел сына только на фото. Он сейчас находится в зоне проведения СВО. О том, что будет мальчик, узнал буквально перед отъездом. Радостно. Он так узнал, что сын. Долгожданная встреча с мамой на родной земле. Райхан приехал в отпуск в деревню Сукчиш-Мазайнского района. Восемь месяцев боец находился в зоне проведения специальной военной операции. На двухнедельный отпуск построил самые мирные планы. Самое первое – это помочь как-то семье, матери. Поддерживать как-нибудь, как могу, так уж поддерживать. С таким настроем приехал. Дмитрий Колесов всего лишь на пару дней приехал в родной город, чтобы зарегистрировать официальный брак со своей возлюбленной Эльвирой. 30 сентября он был мобилизован и сейчас находится на учениях в Казанском танковом училище. Полтора месяца разлуки решили все. Эльвира и Дмитрий решили стать мужем и женой. Без сваты и белого платья и с ответом по-армейски. Хорошо видеть у вас есть листья. Да. Хорошо видеть у вас есть листья. Есть, да. Сынок, в добрый путь тебе, как говорится, чтобы все было нормально, чтобы там у вас все было у всех хорошо. Мама старательно сдерживает слезы перед расставанием. Вся семья собралась за столом перед длинной дорогой. Здесь сегодня провожают сына, брата, отца. В зону проведения специальной военной операции. Несмотря ни на что, настрой боевой. Приехал в отпуск, конечно, две недели это быстро проходит. Настрой у меня хороший, позитивный. Сейчас вот поеду туда к друзьям, меня там тоже ждут. После меня следующие поедут так же, как бы. Ну, что я могу сказать? Победа будет за нами. Георгий Михайлович, откуда родинки? В Татарстан. В Татарстан. А где там, где здесь? В Заинск. Рядом с нами, ничего. Да? Здравствуйте. Служу России. Хочу выразить благодарность всем военным врачам на всех этапах моего лечения. Нашего лечения, общего получается. И не счесть, сколько раз эти добрые дела спасали наших защитников. Этих слов благодарности нет в большом медийном пространстве. Они есть в каждом телефоне, в каждом доме, в каждом пункте сбора гуманитарной помощи. В конце концов, в сердце каждого, кто по ту и по эту сторону.